а вы себя относите к русской интеллигенции то понимание которое сейчас в обществе имеется пожалуй что и нет хотя я считаю что принадлежу можно сказать думающему сословию если можно слово интеллигенция просто она имеет у нас очень негативный негативный оттенок что в обществе понимание интеллигент это обязательно либерал не либерал не интеллигент интеллигент это обязательно вечно недовольный кудахтающий на кухне но при этом боящийся высказать свое свое мнение в открытую прилюдное человек интеллигент это пожалуй человек который только вот говорит делать как-то от него сложно что-то ждать какого-то конкретного дела и все-таки я давайте вам задам пару интеллигентских вопросов игорь иванович что делать что делать когда современная власть то есть кто кто виноват мы уже определились что делать когда вот современная власть в россии тебя противно но еще больше противно тебе те либералы которые эту власть ругает что делать я уже неоднократно выражал свою позицию мы не не выступают не должны выступать против власти но мы должны критиковать власть мы можем ее не поддерживать но мы не будем против нее выступать зная что наше выступление будет использовано еще худшими врагами россии и все-таки что делать не вам как политическому деятелю а людям которые понимают на мой взгляд надо готовиться к тому что уже через какое-то время может стать неизбежным надо готовиться к событиям образца девяносто первого года образца киевского майдана в каком плане готовится это отдельный вопрос но просто надо готовиться к тому чтобы государство когда государство начнется рушиться когда мы дойдем до точки невозврат в этом распаде как говорится того что создано за распаде созданных симуляторов потому что создана недействительность созданы симуляторы созданы кулисы созданы потемкинские деревни через какое-то время они начнут рушиться все равно так вот чтобы вместе с ними не рухнула сама наша страна вот к этому надо готовиться а если человек хочет как-то помочь изменить события что делать ему обычный челябинец рядовой я говорю даже не москвич посоветуйте если я сам знал ответ на этот вопрос то возможно мне было бы намного комфортней что делать в этой ситуации когда опять же нельзя выступать против власти ускоряя ее падение с другой стороны наблюдать со стороны как это власть уверенно держит курс в пропасть и никак не реагирует на попытки от мафорики флажками или докричаться на нее в рупор что типа куда вы едете там конец не только вам на всей стране вот что в этой ситуации делать я не знаю бросаться под поезд чтобы задавили знак протеста но это глупо пытаться торпедир обстрелять паровоз чтобы вывести из строя машиниста но знаю что его заменит помощник который в три раза скорость прибавит тоже глупо но может по старинной традиции делай что должен и будь что будет ну на своем уровне я стараюсь так делать но думаю что на самом деле сейчас этого уже мало и у меня нет к сожалению никаких рецептов вот именно сейчас когда даже вот надежда на то что через новороссию состоится перерождение россии что внешняя политика будет вернее внутренняя политика страны экономической будет приведена в соответствии с ухудшающимся внешнеполитическим положением ситуации когда нас совершенно откровенно топят как страну единую они надежды эти не состоялись то есть внешнюю поле более внешнюю политику начали приводить в соответствие с экономическим всевластием олигархов теснейшим образом связано за русские своих не бросает ну по крайней мере нормальные русские своих не бросают про наши власти к сожалению сказать такого в полной мере нельзя игорь иванович лезть в политику позорно не заниматься политикой это означает дать полный шанс пролезть во власть всякой мрази что как поступить то нормальному честному человек который говорит правду который не согласен идти на компромиссы системой что то есть врать там где-то нужно соврать вранье очень заразительно собравший раз собрешь и два потом три а потом уже не замечаешь как из коммуниста превратился в сытого олигарха который там с думским билетом или еще чем-то вот честного человеку сейчас на более менее серьезный пост ну не в рамках допустим муниципалитета или там хотя бы какого-то заштатного горсовета на уровне загсобрания госдумы попасть чрезвычайно сложно но только случайно не были при этом не поступиться еще ничем из своих принципов на это просто невозможно с теми идеями которые вот носителем которых я я являюсь допустим и мои наши соратники в общем-то власть путь про пусть путь просто заказ ведь навальный же использовать выборы для того чтобы рекламировать свои либеральные идеи почему патриот этого не делают заметьте пар нас всех навальных и прочих либерастов извините я так выражаюсь их на выборы в костровской губернии допустили партию дело которая ну не совсем я с ней согласен а скажем так более социал-демократическое но тем не менее в целом в ее программа содержит вполне патриотические лозунги и не только лозунги но и конкретные предложения по переустройству российской экономики и и на выборах раз не допустить потому что это не у меня она и не что им патриоты не идут на выборы ты патриотов не пускают ну даже тех кто очень умеренных патриотов которые пытаются вести политическую борьбу именно в тех рамках которые предложены не пускают на выбор и монополия либералов на политическую власть либералов и полностью перешедших к ним фактически прямо скажем на службу так называемых оппозиционеров которые согласны играть роль шутов в этом представлении за соответствующую пайку и положение то есть кроме них никто вас не пустит система сложила система окостенела социальные лифты взорваны все теперь она будет существовать раз путин отказался от цезарянского образа действий будет существовать до самого своего крах именно в таком виде а скажите пожалуйста вам на войне доводилось воевать причем плечу стральцами челябинцы может быть ну вообще-то по рекомендации одного из них вы сюда и приехал а если было ли у вас как у командира некое географическое предпочтение для своих подчиненных типа с уральцами в разведку пойду а москвичи такси а вы знаете если я сейчас начну вот родовного рода говорить что наверное уральцам я польщу а кому-нибудь там наоборот будет обидно у меня есть отрицательные предпочтениях некоторым регионам россии вот резко отрицательные у меня есть отрицательные предпочтения к некоторым национальностям в армии но если это буду озвучивать это будет ну неправильно поэтому я лучше не буду в этом говорить а украинцы хорошие солдаты да как и все русские то есть там воюет 70 процентов украинской армии то люди говорящие по-русски в обороне они очень упорно не сдаются стараются не сдаваться высокое чувство коллективизм армия эта часть народа эта часть народа в которой народ ходит хочет видеть ну какой-то степени проекцию своего общенародного мужества своей общенародной стойкости готов успехом и в том числе и успех ехали с нашим водителем то есть он рассказывал как он был в крыму и полчаса послушал украинское радио и у него началась демотивация то есть он начал не то есть настолько убедительно ярко хорошо построена их пропаганда за только по радио по телевизору еще хлеще там еще картинка соответствующий мощнейший инструмент зомбирования мощнейший причем я об этом много раз говорю повторю еще раз нейролингвистическое программирование в чистом виде если я сам славянский ощущал на себе это давление этой пропаганды в качестве демотивации стоит долго посмотреть украинское телевидение и подспудно именно на уровне подсознания возникает ощущение то хочется крикнуть слава украине не хочется хочется тут же сдаться в плен просто вот реально то есть потому что какие как я как же так и против таких замечательных людей против таких замечательных идей и надо было потрясти просто головой выключить телевизор еще раз вот для себя разложить просто после каждого такого просмотра то есть никогда мы не будем братьями пока работает украинская тирана абсолютно точно для того чтобы более того проблема даже не в том что мы никогда не будем братьев проблемы в том что сейчас из украины из украинцев воспитывают откровенно и создают нож, который приставлен к сердцу России. А почему у патриотов России нет единого медиапроекта? Есть Дмитрий Пучков со своим блогом, есть Захар Прилепин, есть Сергей Лукьяненко, есть какие-то другие личности. А вот единого патриотического канала нет. Возвращаемся обратно к системе. Если бы, допустим, движение Новороссии финансировал Газпром, это невозможно, потому что в Газпроме сидят либералы и идеологи сырьевого придатка, то тогда бы, я думаю, что движение Новороссии было бы слышно на Сахалине, до Сахалина, до Камчатки постоянно, потому что люди бы работали не столько за деньги, но за совесть. У всех, у каждого патриота есть крохотный свой маленький ресурс. То есть, остается удел блогов и небольших сайтов типа «Груз весна». Абсолютно точно. А слиться в единую систему они не могут, опять же, потому что для того, чтобы слиться в единую систему, патриотам нужно создать единый центр управления. Это опять ресурс. Или административный, или финансовый, но, как правило, эти и другие. А их нет. А вы вообще читаете блоги, например, таких писателей, как Сергей Лукьяненко или Захар Академенко? Я читаю Лукьяненко изредка Пучкова, я смотрю постоянно. Я так больше, честно говоря, я большую часть времени провожу в интернете. Я просто читаю, анализирую что-то, сам пытаюсь писать. Иначе в информационном обществе, в котором у нас сейчас, невозможно ориентироваться. Не телевизор же смотрю. Игорь Иванович, а трудно жить с ощущением опасности? Ведь мне кажется, как бы, ваша жизнь под угрозой. Или я что-то сгущаю краской? Я вообще об этом не думал. Вот здесь вы, как правильно выразились, делать, что должен, будь, что будет. Мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишитесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар, та поширюйте цю информацию. Субтитры сделал DimaTorzok